Привет зрителей подписчиков канала V-Online, вы смотрите снова наш канал и после небольшого перерыва, который был несколько месяцев, мы вновь продолжаем вещание. Что же происходило в эти несколько месяцев? В эти несколько месяцев происходила очень бурная работа в нескольких направлениях. Мы несколько лет вели канал и рассказывали вам про топовые велосипеды, про интересные велосипеды, эксклюзивные, про ремонт этих велосипедов и очень интересные технические решения. И многие нас, конечно же, просили рассказывать вам про обычные велосипеды, про обычное обслуживание, про то, что близко к народу. Многие из вас знают, что я работаю в компании Stark и эти месяцы прошли плодотворно при работе с велосипедами Stark с различной точки зрения. Во-первых, мы немножечко поменяли подход в плане продвижения бренда и его известности. Во-вторых, естественно, мои опыты и знания получены при ремонте велосипедов, обслуживании велосипедов. Опыт и знания получены в ходе изучения металла и металлургии был определенным образом применен. Мы начали его применять и начали работать над качеством продукта. Работа велась в нескольких направлениях. Научно-техническая работа и поскольку многие параметры довольно-таки сложные, мы занимались, естественно, опытной работой, то есть проверяли, проводили тестирование различного оборудования различными способами. Вторая часть касалась непосредственно исследовательской работы, касаемо изучения различных металлов, сплавов, для того чтобы понять, что и как устроены велосипеды, что нам предлагают те или иные поставщики. В общем, вот такого плана работа тоже проводится. Все это объединяется воедино и создается продукт. Создание продукта это вообще ни разу не быстрая затея, это очевидная вещь. Многие даже не понимают, сколько долго нужно бороться и работать для того, чтобы получить хоть какой-то более-менее обменяемый технологичный велосипед. Нетехнологичный можно сделать сразу, получится, как обычно, что-то ложовое. Если вы хотите получить качественный велосипед, современный велосипед, поработать придется приличное количество времени. То, чем я занимаюсь и часть своей работы, я буду также вам рассказывать на своем канале. Поэтому наш канал немножечко повернет в направлении научно-технических исследований и исследования различных образцов и их тестирования. Мы будем рассказывать, что мы получаем из различных фабриках, что представляет то или иное оборудование, обода, покрышки, камеры, рамы, каретки, системы, переключения и так далее. Как это в реальности работает в жизни и как это в дальнейшем нужно обслуживать. Вот это первая часть, которую мы будем освещать на канале более активно. Вторая часть касаемо тестирования, разрушения, распилов и так далее. Мы это уже делали, но теперь мы подойдем к с большим желанием, уверенностью показать вам, как все это ломается, как все это разрушается, как все устроено изнутри велосипеда. Ну и третья часть, это естественно отображение велосипеда в сборе, что на выходе получалось, получается и будет получаться, что мы планируем в итоге добиться при постройке велосипедов. Также, поскольку канал V-Online рассказывает вообще многие вещи про велосипеды, будем рассказывать вам про ремонт и обслуживание велосипедов, но в связи с более простыми велосипедами, еще раз будем вам рассказывать про межсервисные интервалы, про то, что включается с железом, в общем, все, что связано с ремонтом и обслуживанием велосипедов, естественно, тоже будем отражать. Многие сейчас скажут, конечно же, на базе каких площадок все это будет происходить и об этом тоже мы вам расскажем, потому что будут дополнительные локации, дополнительные ремонтные зоны, дополнительные сервисы, в которых мы будем снимать вам контент, об этом тоже вам расскажем, где будет подписаться на свой канал, писать комментарии, ставить лайки и делать репосты нашим роликам. Что же еще хотелось бы отразить в нашем канале? Поскольку мы начали заниматься активным продвижением велосипедов и активным развитием любительского велоспорта в различных направлениях, компания Stark выпускает велосипедов легендарных велосипедов, пушер, например, и очень много райдеров катаются на пушерах, но не с лоп-стайлом, как бы единым, мы работаем над другими байками в том числе. Поэтому одно из направлений это будет кросс-кантри и мы будем рассказывать вам про обычные кросс-кантри и часть своего контента на канале «Велолайн», я посвящу любительскому велоспорту, даже не велоспорту, физкультуре. То, что потребуется обычному катальцу для того, чтобы сесть на велосипед и спокойно на нем кататься. Я вам расскажу какую-то определенную спортивную составляющую с точки зрения обычного человека, обычным простым языком и расскажу вам про такие нюансы, которые было бы неплохо знать всем. Значит, специфика какая будет? Вы можете найти огромное количество контента, описанное различным языком, он делится на две части. Первая из них – люди, которые ничего не понимают в велосипедном спорте, они начинают рассказывать что-то околоприближенное, похожее на истину, но, как правило, с какими-то мощными техническими ляпами, что, в принципе, является недостоверным. Вторая часть людей, которые тоже хоть что-то понимают в велоспорте, начинают применять огромное количество терминов для того, чтобы показаться умнее, попробовать заработать на этом. И многие слушают это и думают, блин, как все сложно. Для этого нужно действительно делать ФТП-тесты, знать, что такое уровень лактата, порог панно, еще всякую ересь начинают рассказывать и обычные слушатели начинают паниковать. Обычный потребитель, который садится на велосипед стоимостью 50, 30 тысяч рублей, боится ехать на соревнования, потому что там спортсмена. Ни хрена там никаких спортсменов нет. В реальности там только любители. В реальности на соревнованиях участвуют только любители. Профессиональные спортсмены там реально единицы, но и те едут не на все бабки, да и, в принципе, ехать там не с кем. Это все к чему? Это к тому, что обычный пользователь велосипеда может спокойненько приподняться с дивана, сесть на обычный велосипед стоимостью 30-50 тысяч рублей, заниматься физкультурой, следить за своим состоянием здоровья и физическим самочувствием и участвовать в обычных любительских мероприятиях различного толка. В Курш-Кантри их много. Это марафоны, это обычные Курш-Кантриные гонки и, в конце концов, это велосипедный туризм, который тоже мы вам будем рассказывать, как организовать походы, куда можно поехать, ПВД, многодемные походы и, может быть, даже экспедиционные походы. И, кстати, один из таких проектов мы в данное время разрабатываем. На это тоже требуется время, но обо всем буду рассказывать по порядку. Все, что касается велосипедной составляющей с точки зрения организма человека, физкультурной активности, «Познаете велоспортом», я буду рассказывать на нашем канале. Это будет частично сопряжено с моей профессиональной деятельностью в различных компаниях. Также это время прошло не зря по тестированию различных образцов, о которых я тоже вам буду рассказывать. В общем, платформа процесс идет, поэтому подписывайтесь на канал «Вео онлайн», следите за нашими обзорами, пишите комментарии, делайте репосты. До скорой встречи!